библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет и меня зовут дмитрий добыкин мы с вами читаем неканоническую книгу вторую книгу ездры и мы уже прочитали три главы сегодня четвертое ну чтобы было понятно о чем я сейчас буду рассказывать давайте вспомним что произошло в третьей главе царь дарий персидский царь то ли уснул то ли не ус то ли ему не спалось и возле его кровати было три телохранителя и вот эти телохранители решили поспорить о том что сильнее всего ну и записать эти ри о чем они спорили дать царю чтобы царь решил что что сильнее всего и тот кто выиграет ну получит какую-то награду и первый выступил сохранить или сказал о том что сильнее всего это вино ну и он объяснил почему вино сильнее всего вот на этом заканчивается третья глава ну и вот сегодня четвертое когда отвечает второй телохранитель и он считает что сильнее всего это царь ну давайте прочитаем какие его аргументы и начал греть второй сказавший о силе царя о мужи не сильнее ли люди владеющие землей и морем и все содержащимся в них но царь превозмогает и господствует над ними и повелевает ими и во всем чтобы не сказал им они повинуются если скажет что он чтобы они ополчились друг против друга они исполняют если пошлет их против неприятеля они тут разрушают и горы и стены и башни и убивают и бывают убиваем и но не приступают слова царского если же победят все приносит царю что получит добычу и все прочее ну то здесь описывается царь как полный повелитель конечно здесь описывается абсолютный монарх который действительно может приказать и все его исполняют и те которые не ходят на войну и не сражаются нова сделать землю после посева собрав жату также приносит царю и понуждая один другого приносит царю дании и он один если скажет убить убивают если скажет отпустить отпускает сказать бить бьют сказав опустошить опустошает сказал строить строит сказал срубать срубают сказал насадить насаждают и весь народ его и войск его повинуется ему кроме того он возлежит есть и пьет и спит они стерегут вокруг него и не могут никто отойти и делать дела свои и не могут осушиться его о мужи не сильно ли всех царь когда так повинуется ему и замолчал но здесь такой очень тонкий намек про них самих то есть вот царь есть и есть и пьет вот та вся история с этим спором она возникла после того как царь пировал со своими подданными и пошел спать вот его стерегут то есть царя стерегут как мы стережем и никто не может бросить и уйти почему потому что царь имеет власть он сильнее всех вот на этом он заканчивает и в разговор вступает 3 телохранитель здесь есть небольшое небольшое примечание о том кто это и о чем он будет говорить ответ 3 телохранителя он такой такой необычный потому что они спорили о трех вещах 3 телохранитель скажет о двух вещах он сначала женщинах но потом он начинает говорить об истине и вот этого телохранителя зовут зоровавель значит кто такой зоровавель зоровавель это потомок царя давида то есть ну если бы не было по виверонского пленения бы то возможно зоровавель даже стал бы когда-нибудь и царем но царем он не стал потому что после того как новоходоносор захватил русалим разрушил храм царская власть у евреев прервалась и больше давидиды то есть потомки царя давида не правили вот но это все помнили кто кто имеет право на царский трон и вот зоровавель это как раз этот потомок царя давида здесь есть определенные сложности с датировками из со связи с другими книгами ветхого завета потому что здесь зоровавель выступает как юноша понятно что старика не возьмут в телохранители но на самом деле если посчитать сколько ему лет он уже достаточно пожилой человек но мы помним что эта книга не каноническая не каноническим книгам разрешается достаточно вольно обращаться с историческими фактами хорошо но давайте рассмотрим аргументы зоровавеля сначала он говорит о женщинах о мужи не велик ли царь и многие из людей не сильно ли вино но кто господствует на имени над ними и владеет ими не женщина лет жены родили царя и весь народ который владеет морем и землей и от них родились ими вскормлен насаждающий виноград из которого делается вино то есть зоровавель обращается к своим друзьям и повторяя это часть их аргументы то есть один говорил про царя нет царя и родила и вскормила женщина а вино делают люди из виноградника а кто родил и вскормил этих делающих делающих вино и выращивающих виноград тоже женщина они делают одежды для людей доставляют украшения людям и ним и люди не могут быть без жен ну то есть здесь он разбирает от этих вспоминает этих людей но чтобы они не делали чтобы они там не доставляли то есть одежды и украшения это то что приносит царю но эти люди не могут быть быть без жен если соберут золото и серебро всякие драгоценности а потом увидит одну женщину хорошую лицом и красивую оставив все устремляется к ней и раскрыв рот смотрят на нее и все прилепляются к ней более чем золото и серебро и всякой дорогой вещи ну мы обычно представляем что библия такая серьезная книга но в то же время и в библии бывают моменты когда которая написана с тонким юмором или иногда с сарказмом но вот эта картина когда мужчина увидел красивую женщину наш рот открылся он там меня открыв рот смотрит там весь отвести взгляды не может ему там все становится неинтересно золото серебро там драгоценности вот он у него появляется желание к этой женщине человек оставляет воспитавшая его отца и страну своей прилипается к жене своей и женой оставляют душу и не помнит ни отца не мать не страны своей ну еще в начале книги бытия сказано о том что человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей и вот здесь этап отчасти повторяется но здесь даже может быть даже подчеркивается это еще сильнее то есть человек оставляет все не только родители но и страну но понятно что в данном случае страна управляется царем то есть человек подчиняется царю но когда он влюбляется в женщину он может оставить даже своего царя есть не упоминается что это цель упоминается страна но понятно что и речь идет о царе и из этого должна вам познать что женщина господствует над вами не подъемли тивы трудов и не пригаете ли усилий не даете ли и не приносили всю женам то есть для чего люди работают вот второй там собеседник говорил что ради царя нет работает ради женщин берет человек меч свой отправляется чтобы выходить на дороге грабить и красть готов плавать по морям и рекам льва встречает во тьме скитается лишь только украдет похит а грабит относит ток возлюбленный ну здесь конечно описывается не очень хорошее отношение между мужчина и женщина то что мужчина ради женщина готов идти даже на преступление он готов рисковать льва встречать во тьме скитаться то есть это риск но только ради того чтобы заработать и принести это к своей любимой и более любит человек жену свою неже отца и мать здесь конечно это описывается не в положительном ключе как в книге бытия оставит отца и мать прилетится к жене а такой даже немножко отрицательные многие саши с ума из-за женщины сделать с рабами через них такой тонкий психологизм как происходит это безумие безумие любви многие погибли избились пути и согрешили через женщин неужели теперь не поверите мне не велик ли царь власть своей не бояться ли странно прикоснуться к нему не надо представлять заролавеля таким женоненавистником если он описывает такие неприятные вещи потому что раньше он говорил так достаточно спокойно о женщинах ну и можно даже сказать с положительным цитируя библию но он говорит о том что власть женщин над мужчины может оказаться даже даже такой что толкнет мужчину на преступление ну и дальше он приводит пример который видимо знаком его слушателям ну и возможно читателям и видел его и а помину дочь славана вартака царскую наложницу ящина по правую сторону царя она снимала виниц головы царя и возлагал на себя а левой рукой ударила царя по щеке и при этом царь смотрел на нее раскрыв рот если на улыбается ему улыбается он и если она рассердца него он ласкает ее чтобы помириться с нею кто вот это помина кто такой вартак это неизвестно царская наложница то есть это не жена но она как какое ее положение по правую руку то есть в на она сидит на лучшем месте и несмотря на то что она наложница то есть не жена то есть ее статус ниже чем жены она себя так ведет кто это такая кто такой вартак кто такая помина неизвестно хотя вот это имя она это имя встречается в рукописях встречается в текстах но конкретно кто этот человек неизвестно не вот но как она себя ведет она там снимает заряд царскую корону такие вещи которые никому не позволяется но царь разрешает и снова вот этот образ раскрыв рот она улыбнулась и он улыбается царь который повелевает там людьми заставляет их там идти на войну умирать он смотрит раскрыв рот на на свою наложницу но и поэтому взорвали делает вывод ну что мужи о мужи как же не сильные женщины когда так поступают они ну и аргументы очень сильные и тогда царь и вельможи взглянули друг на друга а он начал говорить об истине то есть он прервается и говорит уже не он вроде победил но он показывает что есть и есть что-то сильнее женщин и вот здесь хотелось бы сказать следующее что он подразумевает под истиной с одной стороны когда мы слышим слово истина это правда настоящая правда там который не спорит истина да вот это есть истина вот но если книга ездра была написана в межзаветный период она скорее всего и была написана в межзаветный период то надо помнить что в те времена евреи вернувшись из вилонского плена старались избегать употреблять слова бог или господь и яхве личное имя бога в обыденной речи и старались это эти слова заменить другими словами словами заменителями чтобы лишний раз не произносить имя господа бога то в суе напрасно вот и поэтому слово бог заменялось другими словами например словом небо мы помним что есть царство божие есть царство небесное это одно и то же небо как заменитель слова бог и вот еще одно слово заменитель это было истина истина там не только истина там еще мудрость например то же самое вот и поэтому когда речь идет об истине с одной стороны это действительно вот это правда но с другой стороны мы можем понять что под словом истина скрывается слову бог и поэтому когда зоровавель говоришь кто сильнее всего он имеет ввиду бога он говорил раньше о женщинах до этого второй целохранитель говорил о царе кто сильнее и царя и женщин это бог или истина у мужей не сильны ли женщины велика земля и высоко небо и быстро в своем течении солнце ибо она в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место не велик ли тот который совершает это но хотелось бы обратить внимание вот это обходит круг неба опять возвращается на свое место не надо здесь искать представление о том что древние люди представляли земли плоской она там где-то там в какое-то место земля опускается потом там впаде по подземной какой-то реке переходит обратно возвращается нет в данном случае конечно это просто поэтическая фигура речи и предыдущая речь она такая с образами метафорами сравнениями понятно что как обычный человек описывает движение солнце все возвращается на круги своя не надо здесь искать а вот в библии написано что земля плоская или круглая здесь не надо это просто просто обыденный рассказ ну давайте вернемся дальше невелик ли тот кто совершает это истина велика и сильнее всего вся земля взывает к истине и небо благословляет ее все и все дела трясутся и трепещут пред нею и нет в ней неправды неправедно видно неправеден царь неправедной женщины неправедные все сыны человеческие все дела их таковы и нет них истины и они погибнут неправде своей вся земля взывает к истине но правде все-таки к богу поэтому можем сказать что ведь речь идет именно о боге вот неправда да естественно есть неправда что это ну скорее всего автор не использует слова грех который может быть непонятен его слушателям потому что они язычники да и слова бог он тоже старается не использовать почему потому что это тоже язычники которые верили в разных богов и эти боги они грешные боги здесь же бог безгрешен поэтому в нем нет неправды во всех людях есть грех неправедность в них нет вот этой безгрешности нету бога и они погибнут в своих грехах а истине пребывает осени остается сильный век и живет и владычество век века ну давайте вот здесь обратимся на это выражение век или век века значит ну когда мы слышим слово век что мы обычно представляем сто лет но священном писании в нашем богослужении там во веки веков то век это эпоха эпоха есть эпоха которая продолжается там много веков а может быть даже тысячелетий эти эпохи сменяют друг друга и как бы когда мы говорим там во веки веков или век века означает что слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков мы будем прославлять отца сына и святого духа сейчас в следующем веке и во все века которые будут друг будут идти друг за другом здесь тоже самое истина то есть бог прибудет и в этом веке и в следующем и во всех веках и нет у нее лицеприятия развлечения но делает она справедливо удаляет всякого несправедливого и злого если еще раз мы говорим о том что истина это бог то у бога нет лицеприятия почему мы можем кому-то нравится кому-то не нравится но бог смотрит не на наши лица не слушает то что о нас говорят а смотрит на наше сердце то есть какие мы есть на самом деле и отсюда выносит свое решение и это решение справедливое справедливое бог удаляется всякого несправедливого и злого то есть бог удаляется от грешника это не означает что как бы бог куда-то уходит или куда-то приходит потому что бог присутствует везде имеется ввиду отношения между богом и грешником прерываются и нет судей у ничего не правого она есть силой царства и власти величия всех веков благословен бог истины ну здесь автор говорит какова истина и подводит конец в коне в конце концов говорит что благословен бог истины но понятна эта речь что какого бога он имеет ввиду конечно бога которым поклоняются евреи но важно обратить внимание на 40 стих где говорится что в суде его ее ничего неправедного в данном случае суд это не только вот вот как мы представляем сидит судья там с молоточком в манси там молоточком этим стукает в данном случае это суждение то есть выносится выносит даже не приговор а выносится определение человек ведет себя правильно или неправильно неправильно вот в этом суде в этом в этом суде истины нет ничего такого чтобы можно было назвать ложным хорошо и перестал он говорит то есть говорить за рававиль и все возгласили тогда и сказали великая истина сильнее всего тогда царь сказал ему просить чего хочешь более написано один тебе так как ты оказался мудрейшим будешь сидеть подле меня и будешь называться родственником моим родственником конечно имеется ввиду конечно переносно они не вступят там какой-то родственные в родственные отношения через брак но если кого-то называют родственником царя то это очень высокий статус человека что же просит в ответ за рававиль и тогда сказал он царю вспомни обещание данное тобой в тот день в который ты принял царство то что ты построишь иерусалим это шлешь все сосуды взятые иерусалима который отобрал кир когда дал обет разорить вавилон и обещал вас послать их туда а ты обещал построить храм который сожгли и думе и когда иудея пустошалась тогда халдеями об этом самом я теперь прошу тебя господин царь и умоляю тебя и в этом величие то я прошу тебя исполнить обещание которую устами ты обещал царю небесным исполнить давайте здесь разберемся значит напомню царь кир захватывает вавилон издает указ что все кого увели ассирийцы и вавилоняне в плен могут вернуться построить храмы восстановить города и приносить жертвы за персов такой же указ получают и евреи и они отправляются и начинают начинают там строительство на это строительство прекращается и вот здесь как раз идет такой ну как бы несоответствие истории вот первую партию переселенцев как раз вел зоровабель вот и евреи там начали строить но вмешались соседние народы начали вредить и строительство завершилось и это строительство завершается прерывается и продолжается до царя дария и в только царь дарий снова разрешит это строительство но здесь получается зоровабель общается с царем но в это время он находится не должен здесь находиться не должен находиться с возле персидского царя дария он должен находиться в иерусалиме но повторяю это не каноническая книга и поэтому такая вот такие перестановки событий еще на что стоит обратить внимание о том что храм сошли сожгли и думе и думе и это потомки и сава и дометяне в книге пророка авдия говорится что они радовались разрушение иерусалима более того они пировали на горе где стоял храм но об этом не нигде не говорится что храм сожгли и думе и только здесь упомянуто что вот они участвовали в разрушении храма возможно это действительно так потому что в 136 салме на реках вавилонских и думе и стояли говорили что разрушается разрушайте до основания речь идет о иерусалиме но иерусалим это город бога и соответственно разрушение иерусалима до основания это не разрушение к самого города это разрушение власти бога хорошо и зарававиль просит чтобы царь разрешил строить храм и царь это разрешает приводится письмо дарья где он дает такое разрешение давайте письмо почитаем тогда царь дарь и встав поцеловал его и написал ему письмо ко всем правителям начальник областей его начальником и сатрапом чтобы они пропустили его и с ним всех идущих строить иерусалим значит сатрапы это правитель областей также писала письмо ко всем местным начальником келии сирии финики находящихся в ливане чтобы привозили слива на варусалим кедровые дерева и помогали ему строить город ну вот это разрешение о том что строить можно храм и переселяться в иерусалим было дано даре не дарьям а киром и разрешение было строить именно храм но не город писал о свободе для всех иудеев отправляющие царство в иудеи чтобы из имеющей власть областной начальник сатрапы правитель не приходили к дверям их то есть не мешали строительству но чтобы вся страна которую они владеют изъято было отдание и чтобы и думе и оставили селение иудеев которые они владеют также чтобы даваем было на построение храма к каждого года по 20 талантов доколе не будет построен значит там что за и и думе и которые владели селением иудеев и думе и жили в думе и или в доме это территория которая находится южнее иудеи ближе к аравийской пустыне но будет сложно объяснить потому что сейчас это другая вообще страна ну в общем они там жили а потом они начали постепенно переселяться на север заселяет территорию колено вениаминов и коленного колено иуды то есть там где раньше жили иудеи и вот царь приказывает и думим уйти оттуда дается повеление выдать деньги на строительство храма в книге ездра канонической книге ездра или первой книге ездра иудеи сами собирают для этого и для приношения жертвы каждодневных сажений сверх 17 предписанных давай ему было еще по 10 талантов год что за 17 предписанных жертвоприношений непонятно в священном писании нету рассказов про эти 17 17 предписанных возможно был какой-то подсчет этих этих жертвоприношений на праздниках и чтобы всем отправляющимся из вавилона была свобода строить город как самим так и потомкам и и всем священникам которые пойдут писал также содержание священническом облачении который служит написал давать содержание левитом до того дня когда совершится храм построен будет иерусалим и 70 регущим город предписанного жалования и продовольствием значит содержание священником и левитом пока евреи не войдут в обычную жизнь и не начнут сами платить десятину в храм и на будут налоги собираться для поддержки священников отпустился с отсюда который отделил кир из вавилоны и все что велел сделать кир и он повелел исполнить послать в иерусалим значит сосуды это сосуды храмовые когда-то их перенес на уходоносор кир сказал их отдать и он отдал если мы читаем первую книгу ездры но здесь они еще остаются в вилоне и только царь дарь их возвращает и когда вышел юноша тот устремил лицо свое на небо против иерусалима возблагодарить царя небесный сказал от тебя победа те о мудрости твоя слава а я твой раб значит против иерусалима это обычай который возник в межзаветный период даже более того можем говорить во время вилонского плена когда евреи молились сторону иерусалима пророк даниил сделал себе комнату и в этой комнате было окно которое было направлено на иерусалим этот обычай остается по сей день все современные синагоги они ориентированы на иерусалим значит и вот он молится благодарить царя небесного от тебя победы и от тебя мудрость и твоя слава а я твой раб благословен ты даровавший мне мудрость благодарю тебя господи божий отцов наших и взяв письмо от раз и пришел в вилон и объем всем братьям своим и они возблагодарили бога отцов своих за то что даром свободы разрешение идти и строить иерусалима храм на который начинай имя его но имя божие ликовались музыка висели 7 дней то есть это был праздник мы с вами прочитали четвертую главу второй книги ездры мы с вами были на библейском портале x get меня зовут дмитрий герч табыкин спасибо за внимание всего доброго дмитрий герча